Привет, друзья! С вами Training Volume Terminal и сегодня мы поговорим о ВПС, его регистрации, установке, настройках и подключении нашего аналитического софта ТВТ на данном сервере. Какой выбрать платный или бесплатный, Microsoft, Google, Amazon или другой какой-нибудь частный и почему мы поняли данную тему. Одно из требований к Training Volume Terminal это работа на операционной системе Windows и сейчас альтернативы для этого нету, поскольку приходится работать с реальными рыночными данными, полными рыночными данными. Поэтому, чтобы клиенты использующие Android и iOS устройства также могли пользоваться нашей разработкой для анализа рынка, мы записываем это видео и в нем расскажем, как любой человек может настроить и работать с единого рабочего пространства под управлением операционной системы Windows, то часто есть необходимостью для очень многого профессионального программного обеспечения. Для этого удобно использовать VPS или Virtual Private Server, услуга, в рамках которой пользователю предоставляется виртуальный выделенный сервер, который может находиться под управлением либо операционной системы Windows, либо других, например, Linux. В плане управления операционной системой VPS похоже на физически выделенный сервер. Технически реализация VPS основывается на разделении ресурсов физического сервера на ряд виртуальных серверов, скажем так, более маленьких и менее мощных. То есть мы берем огромные мощности и разделяем на более мелкие и можем их усиливать или наоборот уменьшать в зависимости от наших потребностей. Перед тем, как что-то выбрать, стоит понять, зачем оно вам. Ответ в нашем видео таков. Чтобы запускался ТВТ и можно было с его помощью анализировать реальный рынок правильно и в принципе можно было поставить MetaTrader или любой другой трейдерский софт, чтобы они были в постоянном доступе. Хотя и так есть на Android, и на iOS и для открытия сделок его больше чем достаточно. Итак, какие варианты для виртуальной машины мы с вами можем выбрать. Можем поискать в интернете и получим множество вариантов виртуальных серверов за разные цены и разные конфигурации. Для примера здесь множество вариантов, как вы видите, с самыми мощными характеристиками и не очень. Если они даже дешевле, то у таких всех вариантов есть один большой существенный недостаток. Это стабильность работы данных сервисов, их серверов, их поддержки, их интернета, ну и так далее и тому подобное. Например, даже внутренние правила компании могут влиять на это. Другое дело, огромные корпорации, которые также присутствуют в этой нише. Например, такие как Amazon, Microsoft и Google. Например, сервис Amazon EC2, да, то есть здесь вы можете попробовать его бесплатно под Windows или под Windows. Решение от Microsoft, Microsoft Azure. То же самое, все очень удобно, все очень просто, настраивается и все работает. И решение от Google, Google Cloud. И в целом, что я могу сказать, что данные сервисы оценены мною, как в целом идентичны, учитывая наши потребности. У каждой есть свои плюсы и минусы, немного отличаются стоимости ресурса, но глобально и настраиваются и устанавливаются они одинаково. Мы можем назвать их условно-бесплатными, поскольку данные корпорации могут позволить себе дать вам пользоваться данным ресурсом бесплатно на год, как бы за бонусные 200-300 долларов. Например, Microsoft 200 долларов дает, Google 300 долларов. Главное знать, что вам нужно иметь учетные записи в этих ресурсах и банковскую карточку, которая нужна, чтобы они считали вас за человек. Это не значит, что вы им будете должны через год или как закончатся кредитные деньги. Это значит, что если у вас нет на карте денег, они расстроятся и забудут. Условно-бесплатно эти ресурсы мы можем назвать, поскольку вам нужно будет постоянно регистрировать новый аккаунт, также регистрировать новую карту, например, виртуальную, как в Приватбанке или в Сбербанке, класть туда 1 доллар заново. И как только заканчиваются лимиты, вы заново будете проводить эту процедуру. Ну, если она вам, конечно, нужна. А используя ТВТ, вы сможете позволить себе содержать эти сервера, абсолютно не беспокоясь за траты. И что ж, разберем, как настраивать и устанавливать виртуальную машину на Google Cloud. Да, вы в поисковике нашли Google Cloud, вы зашли и производите те или иные манипуляции. Кстати, хочу обратить ваше внимание, что я работаю сейчас с также удаленного сервера. Это очень удобно. У меня постоянно мой рабочий стол под рукой. Постоянно. Хоть я могу быть с телефона, заходить с него, с планшета и так далее. При том, что я работаю на Windows, поскольку необходимы трейдерские программы. А, естественно, используют iPhone, iPad. Допустим, наши коллеги используют устройства на Android и так далее. Это очень удобно. Итак, вы зашли в панель Google Cloud. Здесь вы можете попробовать выбрать язык, который вам устраивает. Русский, какой вы хотите, итальянский и так далее. И переходите в консоль. Вы перешли. Здесь вам все сразу описывается, что вы начинаете работать. 12 месяцев вам дается. Кредит в размере 300 долларов. То есть вы, в принципе, можете тратить порядка 25 долларов в месяц, если на год. Ну, можете тратить больше, это просто закончится быстрее лимит. Вы начинаете данный пробный период. Здесь вам придется пройти несколько шагов. Заполнить, откуда вы. Далее вводите все названия необходимые. И самое важное, после заполнения всех полей, вам нужно будет ввести сведения о карте. И начинаете бесплатный пробный период. Когда вы его начнете, с вашей карты спишется 1 доллар, потом он вернется обратно. И вас переведет вот в данную панель управления. Итак, когда вы перейдете в панель управления Google Cloud, вам будет предложено создать новый проект. Поскольку он у меня уже есть, то он открывается у меня на заглавной странице. Но здесь также можно создать еще и еще новые проекты. Мы их назовем новый тест for TVT. Нажимаете создание, проходит некоторое время. Здесь, кстати, вам приходят уведомления. Эти же уведомления приходят и к вам на почту. Итак, вот у нас есть новый пустой проект абсолютно. Здесь вы можете смотреть и ориентировочную стоимость, и состояние платформы, и насколько мощно, когда, в какие моменты мощно работает загружен процессор и так далее. Но сейчас у нас процессора здесь нету и никакой виртуальной машины. И мы ее будем с вами создавать. Мы выбираем Computer Engine и переходим в раздел создания виртуальной машины. Нажимаем создать и ждем некоторое время. Итак, довольно быстро, видите, в чем преимущество Google. Очень быстро и мощный сервера. Мы его называем по-новому, да. Чтобы помнить, что это такое, рекомендую выбрать вам европейский, допустим, там, Бельгия, Лондон. Давайте Франкфурт выберем. Какой-то европейский сервер, чтобы он был поближе к нам, чтобы быстрее данные приходили к вам. Вы уже здесь видите, что вам предлагается стандартный процессор с одним ядром и почти 4 гигабайтами оперативной памяти. Здесь вы увидите стоимость его, да, то есть 31 доллара 75 центов будет стоить. Я уже немного потратил виртуальных денег. И здесь, смотрите, можете даже в час, да, определить. Действительно, вам не важно, чтобы машина работала постоянно. Например, в субботу с Ксенией можно ее отключать. Если ночью вы не торгуете, то вы можете ее отключать. Вам, в принципе, это не нужно постоянно, чтобы она работала. Итак, допустим, нас устраивает данная конфигурация. И мы хотим, или нас не устраивает данная конфигурация. Мы, например, хотим увеличить количество ядер до 2 и поднять, да, а количество памяти оставить в пределах 4. Мы сразу видим, что поменялась стоимость. Далее мы выбираем ниже операционную систему, на которой она будет работать. Естественно, Linux системы Ubuntu, да, Debian нам не подходят. Мы ищем Windows. И здесь обратите внимание, что вам нужна именно Windows версия сервера десктопная. То есть, чтобы было написано Desktop Experience. Восьмого года, двенадцатого, шестнадцатого, как хотите. Ну, чем ближе год, тем, конечно, она дороже. Ну, я знаю, что стабильно хорошо работает десктопная версия двенадцатого года. Вы ее выбираете. Здесь вам сразу же предлагается стандартный размер диска минимум 50, потому что Windows занимает около 30 гигабайт памяти на жестком диске. Вы можете оставить стандартный постоянный диск. Я же всегда выбираю SSD диск. На SSD диске все работает намного быстрее. Далее есть еще дополнительные варианты настроек. Но, в принципе, здесь вы единственное можете вот это выбрать. Это чтобы вам в интернет правила упростились доступа. И выбираете создать. Происходит создание виртуальной машины. Итак, создался вариант виртуальной машины. Вы, кстати, в этом проекте можете создать несколько вариантов машины. Что важно вам запомнить? Скопируйте данные внешний IP-адрес. Это будет IP-адрес к вашей виртуальной машине. Я рекомендую вам создать сразу же текстовый документ, в котором вы сможете хранить всю эту информацию. Сейчас вы увидите, какую информацию вы еще будете хранить. Итак, дальнейшие настройки. Протокол доступа к удаленному столу. У вас RDP. Вы выбираете установить пароль на Windows. Здесь вы вводите свой никнейм. TVT-тест. Нажимаете установить. И вам дается пароль. Кстати, не забудьте этот никнейм. Его тоже желательно скопировать. Копируете пароль. Видите, пароли сложные. И сохраняете эти пароли в вашем документе. Все. Собственно говоря, ваша виртуальная машина создана. Вы ей можете управлять, отключать, подключать и так далее. У вас всегда будет доступ к этому. Вы можете здесь приостановить действие данной виртуальной машины. И она не будет работать. То есть, соответственно, не будут списываться с вас деньги. Вот, то есть, мы 20 минут, да, я вам показал это. И больше деньги списываться не будут. Можно и удалить, в том числе, данную виртуальную машину совершенно. То же самое можно будет сделать и с проектом, и с вашей учетной записи и так далее. То есть, видите, в данном проекте уже нет виртуальных машин. Нужно будет засадывать заново. Вот такой вот удобный сервис от Google. Кстати, наши многие клиенты используют данные виртуальной машины для того, чтобы настроить правильно шаблоны, профиля. И уже приходили вам только сигналы, и вы могли реагировать на то, что происходит в рынке. Кстати, о сигналах у нас есть отдельное видео. Посмотрите его и поставьте там тоже лайки. Далее, уже в своем устройстве вы запускаете подключение к удаленному столу. Происходит это таким образом. Здесь вы вводите IP-адрес вашего удаленного стола, вводите ваше имя пользователя и вводите пароль. Как видите, пароль запомнить, наверное, невозможно, да и не нужно. И у вас происходит подключение к вашему новому удаленному столу. Первое подключение займет немножко больше времени, поскольку настраивается, подключается к системе безопасности. И вам придется подождать. Итак, мы подключились. Значит, здесь вам предлагают подключить ваш устройство, ваш планшет, телефон или просто компьютер к данному сервису. Принтеры в том числе, если они у вас есть, сканеры и так далее. Чтобы вы могли прямо с сервера отправлять информацию на печать, например, или скидывать установочный файл ТВТ прямо сюда. Вы можете говорить, да, нет, это ваше дело. Вот, я вам покажу вариант, как установить все с нуля здесь. Заходите в Internet Explorer. Кстати, рекомендую вам не устанавливать здесь множество браузеров, других программ. Почему? Потому что это все занимает ресурсы компьютера, да, и понижает его производительность. Ну, вы в этом можете разобраться. В любом случае, всегда можете позвонить нам и уточнить, как лучше сделать. Также рекомендую в разделе, скажем так, интернет безопасности, интернет options, security добавить те сайты, которым вы доверяете. Да, ну, например, в данном случае это сайт tvtexpert, а также кабинет.tvtexpert. Заходите на сайт, входите в свой личный кабинет. В личном кабинете вы скачиваете нашу платформу. Итак, вы скачали. ТВТ заходите в папку загрузки, по умолчанию все туда скачивать, и устанавливаете ТВТ. ТВТ установлено, запускаем его. Оно грузится. Вводите логин, пароль. Запускайте. И, вуаля, ТВТ работает достаточно шустро. ТВТ работает достаточно шустро. Чтобы сюда подгрузить ваши шаблоны, а также ваши профиля, то вам, когда вы установили, если помните, здесь нужно было нажать не запрет на доступ вашего компьютера к серверу, а разрешить доступ вашего компьютера к серверу и просто скопировать сюда папки профайл и папки с шаблонами. Я надеюсь, данное видео вам помогло. С вами был Trading Volume Terminal. Подписывайтесь, ставьте лайки, скачивайте, изучайте новое. Прибыльных сделок. Всем хорошего дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok